Внимание! В этом видео содержатся сцены с насилием. Это очень жестокий мультик, поэтому только вы можете решать, смотреть вам это видео или нет. Я вас предупредил. Ну а всё, кто всё-таки решился, удачи! Эй, йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале ХОЛИБА! Ребята, я уверен, что каждый из вас знает такого блогера, как Мистер Бис. Это очень популярный видеоблогер, наверное, один из самых популярных. Он очень добрый парень, он постоянно помогает людям. Постоянно. Единственный его минус, это то, что он ворует идеи для видео у А4. Но ничего страшного, я, например, ворую у Глента. Но мне всегда было интересно, а какой Мистер Бист наоборот? Вот так вот! Мистер Бист из параллельной реальности. Какой он? Вот сегодня мы и узнаем, потому что мы будем смотреть с вами видео. Мультики, пультики про Мистера Биста, там, где он не очень хороший человек. Ребята, сразу предупреждаю, в этом видео может быть содержаться расчленёнка, убийство, насилие и прочие ништяки. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Я вас предупредил, мы начинаем. Поехали! У меня есть куча людей, чтобы поиграть в детские игры за 40 миллионов долларов. Но если ты проиграешь одну из игр, ты умрёшь. Это точно так же, как в Роблокс, когда ты играешь. Если ты умираешь в Роблоксе, ты умираешь в реальной жизни. Поэтому я никогда не играю в Роблокс Паркур. Слишком опасно, ребята. Слишком опасно. Ты... Ты ведь шутишь, да? Я на 100% серьёзен. Димми! Мы думали, ты шутишь? Срань господня, Димми! Запомните, снимать маску против правил. Ты... Ты убил Карла! Блин, ребята, ставьте лайк, кто никогда не любил Карла из Мистера Биста. Да, я это сделал. Если ты думал, что это безумие, тебе захочется досмотреть это до конца. Потому что дальше будет ещё безумие. Ребята, выключать прямо сейчас или всё-таки будем продолжать смотреть? Потому что, если честно, я немножечко уже сомневаюсь, что это хорошая была идея. Что говорите, что я ссыкло? Ладно, ладно, я... Итак, вот правила первой игры. Тебе нужно выразить форму в печенье, не сломав его. И тебе придётся сделать это этой иголкой. Пока они делают это, я расскажу тебе о сегодняшнем спонсоре, милый. Если ты хочешь купить человеческие органы на чёрном рынке, и тебе нужны самые дешёвые предложения... Зачем ты убил его? Тогда тебе нужно мед. Это эго, это смешно вам. На данный момент никто не вышел, так что мне придётся оживить немного ситуацию. Теперь у вас есть 10 секунд. Мистер Бист, я думал ты хороший, а ты... не очень. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Типа самая лёгкая фигура, это логотип мистера Биста. Очень легко. Один. Мистер Бист, ты уже не тот! Что с тобой стало, ребята? Видите, что может быть с людьми, которые помешаны на просмотрах? Это очень опасно. А если ты ещё не сделал этого, нажми на кнопку подписаться, потому что я собираюсь разыграть 10 случайных подписчиков, чтобы принять в одном из следующих испытаний. Всем пока. Мистер Бист, я думал ты хороший. Мистер Бист уже не тот. Это была первая серия из этого сумасшедшего мультфильма, ребята. Как же радует то, что Мистер Бист в реальной жизни не такой, как его анимационная версия. Ну что ж, ребята, если вы всё ещё тут и не проблевались, тогда мы смотрим дальше. Следующая серия, они на пляжу. Эдимы с Марком Рубером основали благотворительную организацию, чтобы спасти океан, но это просто ничего не изменит. Именно поэтому... Я похитил этого мусершика. Где? Где я? Тебе было хорошо загрязнять океан. Мусоришь на своей планете. Это всего лишь был бутылка с водой. Меня от тебя тошнит. Итак, поскольку это была бутылка с водой, у меня для него... Вау, какая у Мистер Биста дупа. Very nice, Мистер Бист, ты явно ходишь в зал. Ребята, я так вам скажу. Я больше никогда в жизни не буду выбрасывать фантики. Я и до этого это не делал, но сейчас я точно это делать не буду, потому что... Ну, знаете, не хочется, чтобы тебя Мистер Бист похитил и дал по лицу. Ну и плюнул в лицо. Не очень хочется. Есть этот вызов. Если ты сможешь сделать это сальто с бутылкой, я отпущу тебя. А если я потерплю неудачу, ты убьешь меня? Нет, Дарьян. Я не психопат. Но я убью твоего лучшего друга. Не, ну, ребята, ну все лучше, чем тебя, правильно? Так, если что, я не смеялся, ну, просто... Ты сейчас захочешь перевернуть бутылку. О-хо-хо! Да, детка! Хорош! Поздравляю! Валера будет жить. Теперь ты можешь уйти со своим лучшим другом живым. Или ты можешь рискнуть все ради чертова четвертого айфона. Ребят, ну, тут выбор очевиден. Айфон, ну, все-таки новый четвертый айфон. Мне кажется, выбор реально очевиден. Это айфон? Да. Я думаю, что должен это сделать, чувак. Согласен. Я имею в виду, что я хотел бы обновить свой телефон. Давно пора, братан. Ты видел свою трубу? Это вообще кошмар какой-то, блин. Как ты вообще до этого ходил, блин? У тебя, наверное, уже рак яичка с таким телефоном, ребята. Потому что, ну, он явно и звучит много, так сказать, радиации, блин. Так что в этом вопросе я должен полагаться на свою интенсию. Так как же ты себя чувствуешь после поражения? Он был моим лучшим другом. Ну, был да всплыл, братан. Я не знаю, как мне жить дальше. О, ну вот теперь мне хочется плакать за тебя. Подожди. Мне пора идти, верно? Теперь ты все еще замусорен. Мистер Бист, е-мое. Ты убил его друга, его тоже. И не дал ему айфон, оставил себе. Мистер Бист. Ты уже не тот. В своем последнем видео я вылечил тысячи слепых людей. Ну, а теперь я понимаю, что это было не очень убедительно. Сегодня именно поэтому я собираюсь ослепить тысячи людей. Подожди, что? Нет! Нет! Нет, мистер Бист, я не буду это показывать своим подписчикам. Ты уже совсем сошел с ума, ребята. Мы это пролеснем. Ладно, это... Ладно, оно не показывает этот момент. Но это кошмар какой-то, ребята. Осуждаю, осуждаю все, что мы только что смотрели. И будем дальше смотреть. Как ты себя чувствуешь? Вау. Итак, на одну единицу меньше всего 999 тысяч долларов. Мистер Бист, ты кровавый монстр! Остановите мистера Биста, пока он... Мистер Бист! Остановите его! Остановите! Позвоните его маме, пусть заберет его домой! Просто сделай видео как можно лучшее. Я охочусь на 100 людей! Ты бы предпочел съесть собственную собаку или заняться сексом со своим отцом! Я воссоздал человеческую сороконожку вместе с кучей ютуберов! Я убил каждого глубокого кита! Я сверк правительство Моливии! Мой малыш! Он был всего лишь ребенком. Малышу следовало бы подумать об этом до того, как пересекать круг. Проигрыши должны быть сожжены вместе с другими телами! У тебя проблемы с правительствами? Обсудим это с Поссом. Приходи... Я уже не знаю, хорошая была ли эта идея снимать это видео. Оно очень жестокое, ребята, я не знаю. Я, наверное... Приходи отпраздновать это событие. Он самый большой в мире. Джимми, было ли все это необходимо? А Карл был необходимым? Боже, Карл, ты так попросил... А-а-а! Карл... Никто не делает этого так, как мы. И это то, что необходимо. Что это? Ну, мистер Бес Звер сошел с ума, но вот почему это на самом деле гениально. Благодаря убийству канал Звер взлетел до небес, как и другие каналы. Десятки люди уже начали тиражировать то, что мы сделали формулу убийства. Я преследовал каждого кошелота на земле! Поэтому мы сегодня воссоздали тело... Это Влад А4, он попал в видео! Третьевскую сороконоску номер два! А-а-а-а! А-а-а-а! Итак, учитывая все общий быстрый успех, что же мистер Звер будет делать дальше? Что? Сохранит ногу на ногах? Джимми? Джимми, что теперь? Джимми, что теперь? Может, ты удалишь YouTube-канал и перестанешь убивать людей? Я знаю. Что еще? Что еще? Здорово. Я только что стал самым большим ютубером на земле. А изначально я собирался пожертвовать кучу действенниц по имя ютуба. Но это было недостаточно. Этого было недостаточно. Именно поэтому я купил луну. Не спрашивайте мне, как это сделать. Как ты это сделал? Собираюсь врезаться на землю, убив всех на этой планете. Это уже не нормально. И пока это происходит, я расскажу тебе о сегодняшнем спонсаре. Офигеть, мужик. Выключи это. Сейчас же. Нет. Выключи это. Выключи это. Выключи это. Выключи. Димми. Димми. Карл. Карл, конечно, мощный. Я не могу это остановить, Карл. Это был единственный выход. Окей. Есть. Миллиард подписчиков. Он сделал это! Он сделал это! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Пока. Боже, ребята. Я вам так скажу. Это что-то... Ну... Я не знаю даже. Я вообще, пока смотрел и думал, а точно я хочу выставлять это видео, свою реакцию на это видео. На эти мультики. И... Да. Я выставлю. Ничего страшного, ребята. Кто сошел с ума, искренне извиняюсь, ребята. Вот. Ну, вообще, что хочется сказать. Не будьте такими, как мистер Бист из параллельной вселенной мультипликации. Будьте, как мистер Бист, который здесь и сейчас помогает сотням тысяч миллионов людей. Это здорово. Помогать людям, это здорово. Если не хочешь помогать людям, ничего страшного, хотя бы не навреди им. Уже неплохо. Ребят. Любите близких. Кушайте вкусную еду. Подписывайтесь на мой канал. Что? Ты любишь ломать спагери, но вот беда. Рано или поздно они заканчиваются. Аааа. Не переживай, друг. Я знаю, как тебе помочь. Просто скачай нашу игру про спагери. Эта игра называется игра про спагери. Тебе нужно ломать спагери. Спагери. Если ты скачаешь игру про спагери прямо здесь и сейчас, то ты сможешь ломать спагери прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.